Ну что, поговорим про ситуацию, которая произошла у тебя, вот прям в канун нового года. Расскажешь в целом, в первую очередь, как потерял, как она произошла, вот пока без оценок, без выводов, просто как факт. Я торгую только на споте, не торгую фьючерсы. И у меня был депозит 200 тысяч долларов на Binance. Была сделка TRB. Вот, были определенные цели по ней. Я зашел тогда, в общем, не помню, какая была цена, то ли 138 или что-то такое. А, нет, вру, 238 долларов была цена монеты. Поступил сигнал, я вхожу в эту монету и держу ее там до 290 или 280, я фиксирую. Там уже поступает сигнал, что все, выходите из монеты, короче, все, закрываем позицию и смотрим, что будет. Я закрываю там на 290 или сколько, и смотрю, она растет дальше, там 300, 350, 400. У меня начинает включаться вот эта фома. Я такой думаю, блин, я так рано зафиксировал, я заработал всего там, ну, у меня была тогда на тот момент прибыль, что-то 5000 долларов или что-то такое, я уже не помню. Я такой думаю, что так мало, а мог бы, я начинаю считать в уме, сколько бы я сейчас денег заработал, если бы я грузанул больше, а если бы я сейчас зашел соткой, а если бы я загрузил 150 и так далее. У меня начинается вот эта внутренняя история, внутренний монолог, и в какой-то момент я такой думаю, дай начну скальпить. И буду входить просто на откатах, когда я вижу, что монета откатывает, потом опять она растет, откатывает, растет, и она вот на таких откатах и росте шла до 600 долларов. Я все это время, начиная вот там с 300 примерно, 350, я заходил и выходил в сделку, заработал за там буквально за час 15 тысяч долларов, такой сижу довольный, думаю, блин, вообще красавчик, уже 15 тысяч долларов заработал. И тут думаю, дай, зайду последний раз. И мы еще сидим там в чате с моим технарем обсуждаем, он говорит, в целом это капец как рискованно, но по идее она еще может сделать пробой, но как бы это супер опасно, поэтому только на какие-то совсем небольшие деньги там можно было бы заходить. А я такой сижу, думаю, так, ну если сейчас он все-таки пробьет уровень там, потому что предпробойная модель рисовалась, и я думаю, вот сейчас, если еще один импульс будет, вдруг они уйдут там на 800 долларов, там я не знаю. И короче, я значит беру и на самых хаях, я уже все, я уже заработал, уже 15 тысяч долларов было, я сижу думаю, ну ладно, последний раз. А до этого я брал чисто, знаешь, на откатах, заходил и на росте фиксировал. И тут я беру прямо на самых хаях, потому что якобы он там у уровня, думаю, вдруг его сейчас пробьет. И я, короче, беру, загружаю 50 тысяч долларов, еще 50, и думаю, да, еще 50 загружу. И я, короче, захожу на 150 тысяч долларов, сижу, а моя интуиция, она уже орет мне в истерике, что какая-то херня, Серега, выходи, не надо, зачем? Но я не выхожу, я, значит, жду, 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 никакого пробоя нету, и тут начинается резко слив, начинается резко слив, а у тебя же психология такая, что ты думал, ну вот сливали, сейчас, возможно, опять откат и потом импульс. Я сижу, у меня там минус 5 тысяч долларов, минус 10, минус 15, я думаю, блин, ну в ноль выходить как-то вообще грустно. Я же по-любому сейчас обратно что-нибудь заработаю. Я жду, уже минус 15, минус 20, минус 25, минус 30, я такой, да не, ну куда минус 30-то фиксировать, минус 40, минус 50. Короче, я сижу уже такой вот так смотрю на график, понимая, что у меня из-за 150 остается 75 тысяч долларов, мне технарь говорит, выходи, на других сделках отобьем, не надо. Я говорю, да ладно, тогда буду сидеть, короче, подожду, пока вернется. В итоге я зафиксировал только 50 тысяч долларов, когда понял уже. И то хорошо, потому что она еще ниже упала, то есть я бы вообще из 150 у меня могло остаться просто 25 ядрить. Хорошо, что я хотя бы 50 мне додумался в итоге вытащить. Но ты попал в эту петлю, тебя просто понесло с горки, но класс, что ты в итоге хотя бы на этой сумме застопорился, зафиксировал, принял ошибку. Капец, да, класс, очень класс, я просто сидел, я понимал, что все, я потерял 100 тысяч долларов, просто это был, вот, какие-то, делаешь ты запуски, еще что-то там, у тебя что-то на жизнь, еще, и ты как бы, я откладывал что-то в крипту. И вот это была такая нормальная часть моего депозита, там, у меня общий депозит, который в крипте залочен, там, может быть, 1400 и так далее, но эта сотка, она была ощутима, то есть это одна треть, одна четвертая моего всего депозита, и это капец как неприятно было, когда ты видишь, как у тебя 150 превращается в 50, это просто охренеть. Ну и все, и я тогда уже, ну я зафиксировал только первого числа, то есть я 31-го уже был не в адеквате, я лег спать, там, до двух часов смотрел на этот график, лег спать, у меня потом с утра до вечера был такой ретрит какая-то випассана, и да, ведь я ни слова не произносил, весь день молчал, и уже вечером принял решение, ладно, буду фиксировать, и вот тогда зафиксировал оставшиеся 50 тысяч. Так что вот такая душераздирающая история, как я отметил Новый год. Да, не самое лучшее, но будем проводить сейчас работу над ошибками, ты уже ее провел, наверное, уже сделал выводы, сейчас мы еще, скажем так, со своей стороны добавим. Ты сказал, вот ты занимаешься чем-то, работаешь, у тебя основное направление есть, делаешь запуски и так далее, что делаешь вот сейчас по основной работе, какие съемки, какие планы вообще? Слушай, сейчас пока у нас только вот наше сообщество, которое мы развиваем, и все. То есть у меня были запуски как креативного продюсера, я делал креативное продюсирование, работал с ребятами, мы придумывали инфоповоды, креатив, упаковку, чтобы все было как в кино и так далее. И пока по запускам сейчас я ничего не делаю, сейчас в основном весь упор у меня на кино, вот после Нового года. Хожу попробуем, читаю сценарии, все, пока вот. Ну и какие-то приходят рекламные проекты и так далее. Вот в плане инфобиза пока ничего не делаю, пока жду, просто думаю, что я хочу, не хочу вообще. А что по кино, по съемкам? То есть какой-то проект, где ты уже снимаешься, сейчас нет такого? Сейчас нет, я же не снимался 5 лет, у меня был очень долгий перерыв. Вот поэтому я сейчас только хожу на пробы и посмотрим. Вот я думаю, в этом месяце будет понятно уже, какие проекты будут. Но они выйдут в любом случае, если даже сейчас пройдет утверждение, они будут выходить либо в конце 2024, либо в 2025 году. Ну то есть как это обычно съемочный процесс. Это долгий цикл. Понимаю. А вот ты говоришь, 5 лет не снимался, почему не снимался и почему сейчас хочешь начать обратно? Я тогда уходил, мне нужна была независимость, потому что я понимал, что мне не хотелось быть полностью зависимым от ролей и от кино. И ты, когда зависим от кино, ты вынужден соглашаться на все, что тебе предлагают. У тебя нет вот такого свободы. А я человек, который всегда хотел быть независимым, свободой, мне вообще не нравится какой-либо контроль. Вот, поэтому одна из причин была вот эта. Вторая причина была, что на тот момент я на это смотрел так, что я себя запретил, скажем так, на основе религиозных убеждений и говорил, что вот это лицедейство, я должен уйти. То есть я был такой супер радикален в этих вопросах. А сейчас стал мягче и более лоялен к этому. Ну и третье, наверное, что я просто понял, что это мое призвание, мне без этого тяжело, и что инфобиз не наполняет так, как меня наполняло кино, и у меня никогда не было какой-то цели понятной, яркой, которая была в кинематографе. Вот, поэтому вот так и решил вернуться. То есть все это время для тебя, ну, получается, инфобиз и вот медийная деятельность была основной, основным видом деятельности? Ну да, 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 вот последние сколько там, вот лет пять, да, это только инфобизнес был, только этим я занимался. Я, ну, не трейдер, как мы поняли из моей истории, я в основном, знаешь, такой просто криптоэнтузиаст. Я понимаю, что за этим будущее, я понимаю, что это может принести большой капитал, какие-то большие иксы, особенно сейчас на грядущем бычьем рынке. Однозначно. Вот, поэтому для меня это просто еще, я, знаешь, рассуждаю всегда возможностями. Вот есть возможность в этом какая-то классная для себя, я могу это использовать для своего, для того, чтобы улучшить как-то свое положение, материальное состояние и так далее. Да, и все, я эту возможность использую, вот. Но я так понимаю, что тебе это еще и нравится, то есть… Мне это нравится, конечно, потому что… Энтузиаст, ты сказал. Да, да, я криптоэнтузиаст, я верю, мне нравится все, что связано с технологиями, я понимаю, что это неотъемлемая часть вообще всех нас, и там лет через 15-20, я думаю, у нас только и цифровая валюта и останется, и никакой другой больше. Вот, кэш это будет, наверное, только, не знаю, где он будет, может, и не будет, только у мафиозников, наверное, останется кэш. А так все перейдут к крипту в любом случае, потому что это и выгодно государству, полная регуляция тотальная. Прозрачность, да. Регуляция, и пока что сейчас там все еще, несмотря на то, что уже там 10 лет или сколько прошло, битку исполнилось, все равно дикий запад там. Да. И я думаю, вот сейчас тот цикл, который мы ждем, это, наверное, последний, на котором мы сможем поймать какие-то именно космические проценты. А дальше все будет уже по указке большого брата, и там как фондовый рынок станет, наверное, более консервативным. Да, 100%. Поэтому посмотрим. Так что я вот хочу заработать на ламбу, на хату еще на что-нибудь там сотни миллионов долларов, поэтому для меня я вот в крипте вижу эту возможность. Ты говоришь, каждый будет в крипте, вот это та мысль, которую я тоже транслирую постоянно, то есть в конечном итоге каждый будет в крипте, вопрос, когда ты зайдешь, сейчас, завтра или через 10 лет. Соответственно, от этого будет зависеть. Да, и он, если не зайдет, сам его как бы рано или поздно заставит, ему придется цифровой рубль или что-то с ним делать, у него не будет вариантов. Но понятно, что это ближайшие там может быть 10-15-20 лет, вот, но да, в любом случае обычно мемы же ходят в крипте, что там биток 18, нет, слишком рано, 30, нет, 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 40, 60, покупаем. Поэтому, как правило, масса адопшен будет, когда биток уже все свои проценты нарисует. 100%. И основной рынок, наверное, туда зайдет, как раз, когда биток там за сотку перевалит и так далее, и все такие, о, да, биткоин, можно стать богатым, а мы уже все заработаем давно и зафиксируем. Все основные возможности уже к этому времени будут исчерпаны по факту, и там будет оставаться, конечно, также это будет суперприбыльный рынок, также это будут проценты, это будут иксы периодически, но, конечно, все основные возможности для тех, кто, собственно, инноваторы, кто заходит первые. 100%. По поводу суммы, ну, ты сказал уже, да, что это большая часть вообще твоего депозита, это для тебя существенная сумма. Не то, что я прям, знаешь, страдаю, но, конечно, неприятно, блин, 10 лямов, как бы, дороги же не валяются, это надо тебе постоянно что-то делать, там, развивать свой блог, делать тот же, инфобиз, это тот же бизнес, там также команда, вопросы, клиенты, возвраты и так далее, и так далее. И поэтому точно такой же труд тяжелый, которому ты посвящаешь много ресурсов, энергии, времени и так далее. Поэтому, когда эти деньги, которые ты накапливал, которые ты инвестировал, они вот так за секунду, просто за секунду теряются, конечно, мало приятного. Вот, поэтому тут не то, что прям большая сумма, я в этом смысле-то отношусь легко к потерям, потому что у меня были и возвраты я делал на большие суммы, там, и 10 миллионов, там, и 15 и так далее. То есть, у меня нет такого, что я впадаю в какую-то нашу истерику, все кончено и так далее, какое-то отчаяние, нет. Просто сам факт был обиден, что я же понимал, что зачем я туда лезу, я уже, я, моя интуиция мне говорила, и было обидно, что ты себя не послушал, ты залез, ты заработал, и вместо того, чтобы сказать спасибо, 15 тысяч долларов, это офигеть, как много, за час, блин, больше ляма. Нет, я полез еще, еще, я вот себя больше за это, наверное, гнобил, что куда ты полез, дебил, взял бы то, что ты заработал и иди спать, отмечай Новый год, ешь мандаринки. Но нет, куда-то моя шальная голова пошла, и вот я только за это себя дрюкал, наверное, больше. Ну, слушай, я тебя 100% понимаю, я, собственно, в крипте, и трейдинг это один из инструментов, которые я использую, и все то же самое я проходил, также существенные деньги для себя терял. Я, правда, тогда был студентом, мне было лет, наверное, 20 или даже 19, я потерял миллион тогда, но для студента, мои деньги, я их сам зарабатывал, это просто был ужас. То, что ты рассказываешь, что ты молчал, что ты не разговаривал, это все я проходил, я максимально это понимаю. Расскажи вот подробнее именно, что ты чувствовал в тот момент по ощущениям, по эмоциям. Да не знаю, какого-то тебя в душу насрали просто, и все, и ты ходишь с этим говном внутри, воняешь. Как еще это объяснить, я не знаю, просто это какая-то тяжесть, ощущение вот самобичевания, когда ты себя начинаешь корить, когда ты себя гнобишь, и каждый раз говорит, зачем, зачем, зачем. Какая-то, наверное, безвыходность, потому что хочется отмотать время назад, потому что ты думаешь, вот час назад эти деньги были, прошло всего 60 минут, а этих денег нет. И ты думаешь, ну как, ну почему нельзя время отмотать назад и вот не принимать вот это тупое решение, которое у тебя возникло. Поэтому это какая-то вот эта безысходность, ты должен принять, и вот это самое тяжелое, это смириться с этим. Просто принять, извлечь урок, сказать, да, я все понял, класс. Потому что, вот говорю, самое сложное, наверное, это выйти из этого состояния, когда ты находишься вот в этом, в этих кругах самобичевания, потому что это может длиться бесконечно, реально. И оно тебе как болото засасывает, это ощущение, когда ты раскручиваешь, 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 и ты такой думаешь, ну как я мог, ну почему, зачем, и у тебя все хуже, 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 хуже. И это, оно не проходит, это ощущение, как будто бы можно бесконечно страдать. Да. Вот, страдание, оно реально имеет вот такую особенность, что радость мы испытываем в моменте, а страдать мы можем бесконечно, долго. Как будто бы нам страдать больше нравится, чем радоваться. Вот, поэтому это волевое решение из этого выйти, вот это самое тяжелое. Сто процентов. Я говорю, вот, я ходил такой, сидел, думал, что, как, почему, возвращался мысленно, корил себя, искал виноватых, думаю, а, это мой трейдер, меня сказал там про уровень, это он, наверное, виноват. Я же до этого типа выходил, заходил, все было нормально, и вот всякая вот эта параша тебе в голову лезет, когда ты думаешь, кого бы еще обвинить, на кого бы еще вот это говно вылить, чтобы ни одному быть виноватым. Вот, поэтому это очень токсичное, неприятное состояние, да, которое может тебя унести очень глубоко. Когда я историю этим выставлял, мне же тоже много людей написало потом, что я там потерял деньги, или я проиграл на ставках, кто-то там болеет, и у них вот эта игровая зависимость. Ты понимаешь, что там люди вот в этом состоянии находятся, что они вот там последние бабки берут, идут в ставки, или еще куда-то, думаешь, сейчас мы отобьем, сейчас вот эта сделка даст бешеные иксы. Я вот с этим же заходил, наверное, с этой целью, типа 100 тысяч долларов, да, зайди, блин, на 10, да, там, на 20, условно, если у тебя сотка депозит. Нет, надо на всю котлету, чтобы вот поймать life change, а сейчас как поймаю бешеные иксы. Вот, поэтому это такая вообще, все упирается в психологию. Сто процентов. Поэтому я говорю, я чувствовал себя отвратно, и только мне помогло выйти, это, наверное, то, что я постоянно как-то занимаюсь каким-то самоанализом, и мне хватило одного дня, чтобы с этим справиться, поставить точку, зафиксировать и идти дальше. Вот, а есть люди, кто очень долго в этом состоянии пребывает. А почему люди остаются в этом состоянии? Они же закрываются, то есть они закрывают от всех с таким ощущением, что никто не поможет, то есть я виноват, и там кто-то еще виноват, но вот от близких закрываются. Что у тебя здесь было, то есть как близкие поддерживали? Да, близкие поддерживали, да, у меня как бы, ну, жена, она просто в шоке была, то есть она говорила, все нормально, отобьешься, ну, поддерживала, конечно. Вот, но здесь просто у человека может еще включаться отчаяние, что он эту сумму копил, какой-то период времени откладывал, и после того, как он ее теряет, он думает, что все, я больше никогда не заработаю. Хотя, по идее, тут надо просто себе трезво сказать, что если я эти деньги заработал один раз, то я заработаю второй. Просто мне надо будет потратить примерно столько же времени, сколько я потратил на то, чтобы заработать вот эти деньги, которые я потерял. Конечно, если человек теряет деньги, которые он копил два года, например, прикинь, как ему тяжело осознавать, что ему надо еще два года потратить, чтобы их обратно заработать, например. Я представляю, насколько это неприятно. И вот это самое сложное, наверное, что люди, когда расстаются с капиталом, который они откладывали длительное время, они же думают их вот так в моменте не вернуть, и он, получается, должен внутренне смириться и сказать себе, окей, я готов еще 365 дней фигачить, чтобы вернуть эти деньги. И это непросто, это надо прямо душка набраться, душок нужен для этого. Поэтому эти люди, кто с этим справляется, это просто гиганты. А кто тогда рядом с тобой был вот в эти моменты именно? Да, не только жена только. Кто проживал? Только жена, да. Ну, они меня не трогали, они видели, что я, ну, у меня випасса, поэтому я молчал, и все, поэтому меня никто не трогал. Жена просто ждала, когда я с этой ситуацией как-то сам справлюсь, и все. Я потом уже, говорю, на утро пошел, принял ледяную ванну, как-то этот стресс этот сбросил, мне как-то легче стало даже на гормональном уровне, и я так переключился. Вот, поэтому я думаю, еще помогает, реально, помогает спорт, помогает вот эти все привычки, которые я использую с холодом. Потому что ты, ну, ходишь вот с этим ощущением внутри, и ты можешь его вызвать искусственно, посредством, как раз вот, я не знаю, пошел на тренировку, там, дофамин поднял, еще что-то там, принял ванну ледяную, у тебя кортизол шмальнул, адреналин. Ты уже как бы стресс какой-то испытал, и потом ты уже меньше злишься, меньше переживаешь, более спокойным становишься, вот, поэтому мне еще помогли, я думаю, вот эти мои биохакерские лайфхаки, которые мне позволяют как-то с этим стрессом справляться. То, что ты говоришь, это, конечно, такие тяжелые эмоции, тяжелое сознание, что потерял за час, условно, копил эти деньги в течение года. Самое обидное еще то, что у меня эти, вот, у меня было, короче, 100 тысяч долларов, просто спекуль, и 100 тысяч долларов лежало в инвесте, там, TVT. И я такой думаю, пока TVT стоит, он как стейблкоин, блин, стоит долго. Я думаю, да, я этими деньгами поиграюсь, вот самое стрёмное, что эти 100 тысяч долларов, это был инвест, который был в TVT, и в инвесте эти деньги лежали уже второй год, примерно, полтора года. Вот это обидно, то, что ладно, если бы это был весь спекуль, которым ты постоянно что-то делаешь на рынке, а это был инвест, и ты его взял и просто вот так слил в унитаз. По факту это произошло, почему? Ты отошел от своей стратегии и начал, ну, вот, лавировать, двигаться на интуиции, а все это, когда ты, скажем, отпускаешь вожжи, не двигаешься по стратегии, ты подвержен эмоциям, по факту, то есть тебя шатает и так далее. Ты говоришь, у тебя, кстати, был какой-то технарь, ты говоришь, трейдер твой, который тебе помогает с анализом рынка, да? Это здорово, уже круто, мало у кого такое есть, но на самом деле здесь недостаток в том, что этот трейдер, он по факту твой подчиненный, и ты говоришь... Не-не-не, это партнер, у нас, у нас три человека, и мы партнеры равноправные, поэтому там не подчиненные. Решение ты, решение ты принимаешь, и он тебе условно дает какую-нибудь информацию, решение принимаешь ты. То есть вот у нас в академии, как мы делаем, что у нас именно наставники, именно кураторы, и их слово важнее. То есть если они говорят, нельзя этого делать, не нужно этого делать, значит человек не делает, и соответственно... Просто мне обычно это пофигу. Да. То есть, знаешь, они мне говорят, Серега, мы уже задолбались тебе объяснять, ты не понимаешь, ты, Игорь, пока вообще, наверное, в ноль депозит не сольешь, ты не начнешь стратегию соблюдать. Поэтому, да, они меня постоянно по шапке бьют, что я ничего не слушаю. Я такой, да-да-да, я все понял, я услышал, ага, риски, хорошо, 100 тысяч долларов, поехали. Так что да, это моя особенность такая, знаешь, вот то, о чем мы говорили, я не люблю контроль, и поэтому мне говорят не делаю, а я как маленький ребенок все делаю наоборот. Интересная особенность, ну на самом деле так у многих людей. Тут видишь еще то, что плохо, что я не принял даже решение, на каком минусе я буду фиксировать, что мне по идее надо было заложить какой-то риск, с которым я захожу в сделку, и я о нем не думал, я вообще забыл, да, вот, когда ты просто забыл про риски. Потому что если бы я себе сказал, будет сотка, 100% выхожу, например, то я бы вышел, а я же вообще что-то об этом, знаешь, не подумал, и меня он спрашивает, а ты какой риск закладывал? А я такой, да я ни хера не закладывал, и все, у меня понесло, я все забыл, все, что я знаю, я все забыл реально. Вот как с луной получилось у меня, я так на луне потерял, тогда тоже 1050, наверное, когда она падала, и я думал, что вот я бешеный хитрец, сейчас обратно на сотку вернусь. И тоже 1050 долларов слил, да. У меня был план, я его придерживался, но что-то не пошло, да. Вот, кстати, тоже интересный момент, ты вроде бы знал, но не сделал, или сделал по-другому, почему? Все та же самая психология, те же самые эмоции, и вот опять-таки, что мы делаем в Криптоакадемии, еще один инструмент, который помогает ученикам, ну и, собственно, я его использую, это алгоритмическая торговля. То есть это инструмент для того, чтобы просто убрать, удалить из торговли эмоции, удалить психологию. Что мы делаем? Мы, соответственно, полностью руками разбираемся в трейдинге, понимаем, как это все работает, находим прибыльную стратегию, которая классно работает на той фазе рынка, которая сейчас есть. То есть алгоритмизируем ее, и у нас получается робот, который торгует по алгоритмам определенным, а мы просто за ним наблюдаем и особо не вмешиваемся. И это превращается из такого трейдинга хаотичного, что куда, что мне сделать, превращается в такую классную, в классный мультик, классную игру. Здесь, о, здесь открылся, о, здесь закрылся, о, вот здесь я подкорректирую, вот здесь что-то неправильно сработало, вот здесь мы сделаем лучше, чтобы работало идеальнее. Здесь уже не так сильно проявляется человеческий фактор, потому что на самом деле все трейдеры рано или поздно депозит свой сливают. Это происходит, ну, практически неизбежно, смотря какой горизонт планирования у нас. То есть если, ну, у кого-то психика послабеет, те за год сливают, просто попадают в какую-то ситуацию, недоспал, переспал, поругался с женой, поругался еще с кем-то, эмоции скаканули, неправильное решение, и все, петля, поехал. Кто-то более опытный, более профессиональный, он теряет все равно там через 3-5 лет. Это, ну, не факт, что он прям все теряет, что он заработал, но он теряет свой депозит, который у него был выделен для торговли. Это неизбежная история. И вот как раз таки алгоритмическая торговля – это то, что человеческий фактор убирает, а единственное, по факту это единственный фактор, из-за которого люди неизбежно теряют деньги на трейдинге. Единственный. И вот с ним действительно можно работать. Первый вариант, который я сказал, это риск-менеджер, второй вариант – это алгоритмическая торговля. Я согласен. Нет, 100%, конечно, если ты обучаешь, и этот бот реально очень хороший выдает тебе сетапы, потому что бывает так, что на каждый алгоритм бывает потом момент, когда этот алгоритм тоже просирает. Однозначно, тут нужно наблюдать. Постоянно его нужно модернизировать и обучать дополнительно, потому что бывает какой-нибудь черный лебедь на рынке, который алгоритм тебе не предскажет его. Однозначно, однозначно. Главное не наткнуться на такого. Я же вот прямо сказал, что это алгоритм под текущую фазу рынка, даже иногда бывает под текущую монету, потому что мы видим, как монета себя ведет именно сейчас, и мы пишем робота, а они пишутся, если знать правила, они пишутся условно за полтора часа. И мы просто на неделю пишем робота, мы понимаем, что вот в горизонте недели примерно ничего не изменится, никаких новостей нету особых, ничего там ФРС не собирается выкинуть и так далее. И на недельку пишем робота, он работает, торгует. То есть, естественно, за этим нужно наблюдать, естественно, такая же профессия, естественно, это процесс ежедневной работы. Просто главный фактор, который нам, скажем так, толкает нас терять деньги, человеческий фактор здесь удален. Да, да, нет, это прикольная фича, 100%. Я же не просто так спросил, как ты относишься к крипте и вообще зачем ты ей занимаешься. У многих людей, да, я думаю, у тебя тоже частично это присутствует, то есть отношение к крипте как к хобби, как к классному занятию, классной технологии, которому просто хочется заниматься. Ну, то есть процесс просто интересен. И вот здесь люди теряют главную, совершают главную ошибку многие, они забывают про деньги. То есть мы же все-таки здесь пришли зарабатывать, не развлекаться, не кататься на американских горках наших эмоций. Мы пришли именно зарабатывать. И, соответственно, вот те люди, которые больше относятся к крипте как к хобби, они все-таки по большей части теряют, потому что они, скажем так, ну вот захотели, торгуют, а может быть это не подходящий вообще этап или фаза рынка для торговли. Они не захотели, не торгуют, а может быть это самая лучшая фаза для торговли за год вообще. Ну как ты можешь не торговать? Если ты профессионал, если ты используешь крипту как источник твоего дохода, то ты обязательно там отложишь все остальные дела и пойдешь торговать прямо сейчас, если этого требует рынок. То есть вот это тоже важный нюанс. И вот, кстати, когда, зачем я провожу собеседование в Академию? Потому что я прям разговариваю с человеком и хочу понять его цель, зачем он хочет в крипту. Многие говорят, типа, крипта это будущее, все там окажемся, я хочу быть первым, туда-сюда, мне очень интересно, здорово, я вот хочу изучать, мне прям хочется. Я говорю, классно, вот то, что ты говоришь, это на YouTube. Там бесплатно, много интересного контента, всякие схемки летают, картинки, обложечки красивые, нарисовано, все здорово. Вот там можно развлекаться, изучать вообще с кайфом. Ну человек на старте же не понимает, потому что он пока что приходит, он не знает пока что. Соответственно, я его направляю, я говорю, да, что ко мне, вот этот запрос не ко мне, я чуть про другое. Я про конкретный заработок, я про профессию. Ну, а для кого-то это как бизнес, ну, то есть, амбиции у всех людей разные, но факт в том, что это либо профессия, либо бизнес, соответственно, потому что мы здесь заработать деньги. Учеников я обучаю именно зарабатывать деньги, а не развлекаться. Соответственно, зачем тратить лишние деньги, идти ко мне на обучение, если можно поразвлекаться на YouTube. Очень важный этап, это именно собеседование и понимание вообще, человеку это нужно или он просто, ну, не понимает пока действительно. Для многих, да, крипта это темка, вот темка, то есть, они не рассматривают, что пойду заниматься криптой, буду жить на эти деньги. Они это всегда для 90% как просто дополнительная приколюха денег поднять. Но человек это понимает, когда сталкивается, вот мне даже друг писал вчера, говорит, офигеть, я за день там сделал 350 долларов. Сегодня мне пишут, уже сделал за два дня 700. Я говорю, понятно, что сейчас там куда палкать, к ней любое говно стрелять будет в такой фазе рынка. Но сам факт, что у него как будто разрывается шаблон, и он такой, вау, я могу просто трейдить и зарабатывать. То есть, он только когда соприкасается с рынком и щупает деньги, он может потенциал построить и принять решение, что кажется, я хочу сделать это основным видом деятельности. Поэтому да, здесь людям еще надо просто дать пощупать. Видишь, он на старте может не понимать, что это оказывается может приносить деньги больше, чем моя работа наемная. Однозначно. Ну вот как раз-таки на собеседовании я прям это и показываю, то есть я прям открываю наш, просто свой бинанс, я открываю свои биржи и показываю, вот как прям сейчас, где условно можно купить, где продать, если это арбитраж, какой сетап можно сделать и зайти в какую сделку, если это трейдинг, ну и так далее и тому подобное. Какие там условно проекты сейчас есть под ретродропы, под аирдропы и так далее. Соответственно, действительно, собеседование это прям собеседование, то есть там и практическая часть, я прям показываю, что сейчас работает, да, однозначно. Ну то есть, я скажем так, путь понимания человека, что он хочет и как он хочет, я его сокращаю до условного часа или полтора вот на этом собеседовании. Четко даю понять. И некоторые, на самом деле, некоторым действительно крипта не нужна, они понимают для себя, о, блин, а я не хочу из своей профессии уходить, просто не хочу, потому что она мне нравится, поэтому… Ну ему можно инвест собрать, чувак, и пусть идет, знаешь, условно, то есть ему не обязательно же трейдить или там сидеть, активности делать, он может купил что-нибудь там на какой-то части своего депозита и забыл там лет на пять, а потом спустя пять лет стал миллионером, тоже вариант. Тоже вариант, конечно. Ну вот у меня, кстати, вся семья торгует в крипте, и вот сестра как раз-таки из тех, кто говорит, блин, мне нравится косметология, я занимаюсь этим 10 лет, я этому 10 лет училась, соответственно, я не хочу никуда уходить, но крипта прикольно, потому что 200 тысяч каждый месяц мне просто прилетает за какие-то вот такие минимальные действия вообще. Это прикольно, да. Для кого-то это супер классно подходит. Допустим, отец у меня наоборот, он сейчас вышел на пенсию, говорит, он мне рассказывал так по секрету, мужские разговоры на кухне, что типа я вообще думал, пойду на пенсию, буду рыбачить, отдыхать, а потом что-то порыбачил, нифига не заходит. Типа вот это вот, вот так вот на пенсии люди живут, вообще неинтересно, вообще не вставлять, нет драйва. Ну и что ты думаешь, я приехал к тебе в Москву, все, крипта, и уже два года он здесь, и он прям кайфует, ему прикольно. То есть для кого-то, для кого-то это прям становится активным заработком, для кого-то просто как дополнительный. Люди разные, поэтому обязательно нужно под человека подстраиваться, индивидуальный подход делать. Важный нюанс. Ты, а ты вообще сколько инструментов в крипте используешь вот именно для заработка? Я в основном только инвест, ну и иногда трейдинг, ну спекулятивная торговля, а так в основном у меня есть инвест-портфель, и вот что-то лежало под спекой. Вот так все, то есть я не прохожу какие-то, единственная активность, которую мы сейчас проходим там всем сообществом, это NotCoin, который просто хайпанул, и он, я понимаю, что там людям не надо деньги тратить ни на что, они могут просто пальчиком тыкать, чтобы меня потом не захейтили, знаешь, и все, и вот туда мы гоним людей, посмотрим, что из этого выгорит. Там NFT одно время мы торговали, тоже на Тоне, когда NFT-шки стреляли, мы прямо в комьюнити заходили в разные проекты, договаривались о каких-то дешевых сейлах, потом флипали просто уже, когда цена росла, вот, но лично я, да, это в основном просто инвест и спекуль, и вот редко-редко какие-то активности, типа вот как сейчас NotCoin, все. Ну вот, собственно, я так и думал, потому что то, что ты говоришь, типа спекулятивная торговля, то есть трейдинг и инвест, у тебя вот как бы два основных инструмента в данный момент, в любом случае основной у тебя все-таки трейдинг, потому что инвест это что такое? Ты купил и забыл по факту, то есть его можно, ну, условно забыть, а вот трейдинг, он является сейчас таким более-менее основным для тебя активным видом заработка на крипте, и вот это как раз-таки является одной из ошибок на самом деле. Почему? Потому что если мы подходим к крипте как к профессии, как к бизнесу, как к основному заработку, ну, или там большей части нашего заработка, то мы подходим комплексы к ней, то есть вот я почему сделал именно академию, потому что необходимо много инструментов, необходимо иметь выбор, то есть раньше я обучал только арбитражу, я понимаю, что это подходит практически всем, я обучал ему, но опять-таки, ну, есть люди, которым он не подходит, есть люди, которые не хотят уходить со своей основной профессии, хотят, допустим, сделать инвестиционный портфель, ну, арбитраж им не подойдет. Соответственно, именно поэтому я сделал криптоакадемию, где много инструментов, и ты в любой момент времени можешь выбрать под конкретную фазу рынка, под конкретную фазу тебя, твоей головы, твоего мышления, твоего психологического состояния, можешь выбрать, а, и под твои ресурсы конкретные, которые в данный момент у тебя есть, ты можешь выбрать конкретный инструмент. Когда-то, допустим, классная фаза рынка, у тебя холодная голова, ты чувствуешь себя хорошо, в плане, ну, ровно, да, ты занимаешься трейдингом, потом ты понимаешь, что тебя что-то бьет по эмоциям, какая-то неделя выдалась стрёмная, ты используешь те стратегии, на которые не сильно влияют эмоции, какие-нибудь ретро-дропы, сидишь себе делаешь, ты можешь вообще нервничать, можешь быть убитым по эмоциям, но при этом тебе никак это не мешает гонять монетки по 2 доллара. Ну, это кто видишь, кто как профессию рассматривает, и это все равно не так. Да. Поэтому я только и занимаюсь таким, знаешь, как, что по кайфу делаю на рынке, и все. Если бы я подходил к этому, что все, теперь крипта это центр моей вселенной, конечно, я бы там посадил ребят, построил бы какую-нибудь ферму, вот, делайте ретро-дропы, там, еще, еще, мне просто впадло. А вот, а так, да, вот у нас, кто для себя определяет путь, что вот он идет в крипту, они так и делают, конечно, кто-то там арбитражи, кто-то ретро-дропы делает, кто-то трейдит, кто-то еще что-то. Поэтому, конечно, в крипте там вариантов заработка не только, о, биткоин купил, продал, потому что кто-то, люди смотрят, возможно, не понимают, там действительно столько вариантов для заработка, всем найдется место, и каждому под любой вообще уровень знаний. Однозначно, и под любой капитал, и вообще без капитала практически можно, без времени можно. Есть ребята, которые у меня, допустим, на основных работах работают, они 2-3 часа тратят в день на крипту и зарабатывают там по 300 тысяч в месяц. Есть ребята, которые нигде не работают, молодые, они весь свой день тратят на крипту. То есть, реально разные ситуации, и в крипте находится инструмент под любой вопрос. Ну, вот то, что ты говоришь, кто-то занимается тем, кто-то тем. Идеально, конечно, знать все и выбирать вот для каждого момента свой лучший инструмент. Я вот все-таки за это, потому что, ну, это, на мой взгляд, максимизирует твою прибыль. Потому что есть инструменты, в которые вообще не нужно погружаться особо сильно. То есть, ты в целом понимаешь принцип, как это работает, и тебе не нужно вот прям на острие быть, рынка все понимать, за всем следить, не нужно супер много тратить времени. Условно там, не знаю, потратил 2 часа в день, актуализировал свои знания, понимание рынка в данный конкретный момент времени и начал делать. Вот, к чему мы и пришли, что да, все-таки крипта для тебя как такое хобби, как такая прикольная игра, и это на самом деле и приводит в том числе к потерям, к отходу от стратегии, к тому, что ты такой своенравный, типа вот вы мне говорите, а я это. Да, посмотри, просто подумай, что с этим делать. Я думаю, ты для себя точно правильные выводы сделаешь. Ну, конечно, раз сотку потеряешь, там уже какие-то выводы приходится сделать. Однозначно. Ну, кстати, поделись еще, что исправишь, может быть, или... Буду заходить на 200. Сразу же, да? Зачем по 50, сразу 200? Чего я, блин, 150 на все пуляю вообще, всю котлету? Да ничего, я понял, что, во-первых, ну, не жадничать, это самое основное, что я буду понимать, что если я уже что-то заработал, как главное правило, ты никогда не поймаешь все падение и никогда не поймаешь весь рост. Ты должен вот получил, прибыл, забрал ее и все, и пошел. Если какая-то просадка идет, ну, ничего, усреднился, не паниковать. То есть самое главное – это просто иметь, я говорю, выдержку и стратегию. Поэтому я для себя понял, что надо будет просто прислушиваться уже к ребятам, более основательно перестать там забивать на рекомендации, которые мне говорят, и не жадничать. Самое основное – это, наверное, то, что я пожадничал. Потому что, я говорю, если бы я забрал пятнашку, все было бы ок. А я захотел еще, типа, вот, сейчас, еще. Поэтому здесь основное, даже если… Вот у меня друг, который там, говорит, 350 или 700 заработал, он говорит, я брал даже если 50 долларов, если 80 долларов было плюс, я фиксировал. И, говорит, просто много сделок. Было у меня и так раз, и что-то набежало. Поэтому здесь ключевое, да, когда пытаешься весь рост поймать, потом оказываешься на дне. Вот, поэтому что-то тебе дал, там, 10, 20, 30 процентов, еще сколько-то, все, типа, зафиксируй, пошла монета выше. Ну, отпусти ее с миром. Не смотри, типа, ааа, если бы я не вышел, я бы сейчас заработал. То есть, тут надо уметь реально радоваться тому, что ты заработал без вот ощущения того, что, ааа, блин, надо было остаться, надо было досидеть. А если бы я вышел и так далее, и так далее. Потому что это тебя потом подталкивает на вот эти необдуманные действия. Все сводится к психологии, опять-таки. Все к психологии, да. Опять. Ну, вот, посмотри на те инструменты, про которые я сказал, про риск-менеджер, про программу, да, и своей команде. Мне кажется, это точно в какой-то момент тебя убережет. Может. Хотя в какой-то момент это срежет твою прибыль тоже 100%. Потому что, ну, чем безопаснее, чем меньше рисков, тем меньше и прибыль. Тут вот что для тебя важнее. То есть, покататься на горках, либо заработать более-менее стабильно. Алготрейтинг тоже, если не смотрел, рассмотри вариант. Это классный инструмент, который действительно работает и помогает бороться именно с эмоциями, с психологией про то, что ты сказал. Интересный, знаешь, вот еще момент по поводу количества инструментов. По факту, что ты сделал вот в этой ситуации? Ты забрал даже из инвеста, и ты весь свой капитал, который у тебя был в руках в тот момент в ликвиде, ты его отправил в, по факту, самый высокорисковый вариант. Это скальпинг, блин. Скальпинг просто. Ты закинул все в одно, в один инструмент, это уже не очень. Ну, практически все. Практически все в один инструмент, это уже беда. Но этот инструмент еще и был самым высокорисковым из вообще всех. Соответственно, это действительно... И уже после такого роста бешеного. Я все ошибки, которые можно было бы сделать там, как действует хомяк. Я все оглавление, мне кажется, сделал. Блин, классный выпуск, мне кажется, получится. Именно, что действительно много чего есть обсудить, что разобрать и дать людям четкие такие выводы, как делать не надо. И вот то, что ты закинул все в высокорисковый инструмент, это как раз-таки отход от стратегии. То есть ты же точно понимал, что нельзя так делать. Есть инструменты консервативные, есть инструменты высокорисковые. Основной капитал держишь в низкорисковых инструментах и по чуть-чуть отправляешь, допустим, можно даже только прибыль отправлять в высокорисковые инструменты. Соответственно, то, что вот мы делаем с учениками, если ребята уже заходят, они понимают, что это их, что это их профессия, либо бизнес на будущий, там 10-20 лет. Что мы делаем? Мы делаем стратегию. Мы делаем в первую очередь стратегию под запрос человека, под его цель, под его ресурсы, которые у него есть. И, соответственно, под его даже характер, психотип, потому что всякие... Нельзя делать ставку на то, что тебе в целом понутру не подходит. Делаем стратегию и уже идем по этой стратегии, не отходя, ну... А это позволяет делать другие инструменты, то есть там наставник, который тебе именно в некоторых моментах говорит и берет все в свои руки. Это риск-менеджер, это алготрейдинг и так далее. То, что помогает не отходить от стратегии. И в итоге-то к чему сводится? Что ты нарушил стратегию, но по факту ты нарушил правила безопасности. А вообще безопасность, по факту, вот к чему я обучаю, это самое важное. Это настолько важно, что я даже YouTube-канал по этому поводу сделал. То есть можно было сделать YouTube-канал по заработку, типа как заработать на крипте? Здорово, классно, иксы какие-то там что-то летит. Рассказывал бы, что сейчас бычка, приняли ETF, все уже, SEC одобрил, все здорово. Но по факту я сделал именно YouTube-канал про безопасность. Да, это не так классно продается, но люди не хотят слушать про безопасность, они хотят слушать про иксы, про бабки. Сейчас вот сделал два, сделал раз, сделал два, заработал деньги. Я понимаю, что безопасность – это номер один фактор заработка. Да, хуже продается, но я лучше буду пользу давать, чем, скажем так, хайповать на каких-то историях. У меня подход вот на финансовых рынках какой? Первое – это безопасность, это сохранить то, что уже есть, то, что мы заработали на основной работе и принести в рынок. Это нужно сохранить, это цель номер один. И цель номер два – уже заработать на тех деньгах, которые сюда принесли. А вообще почему так? Потому что я на финансовых рынках достаточно давно, то есть, ну, уже практически больше четырех, ну, около пяти, может быть, лет. Я четко понимаю, что на финансовых рынках самое плохое, что ты можешь сделать – это потерять. Потому что кровь финансовых рынков – твой единственный инструмент, который здесь вообще есть – это деньги. Если ты их теряешь, то у тебя просто даже нет возможности продолжать здесь оставаться в рынке и зарабатывать дальше. Более того, тут чистая математика, которая тебя губит. Тебе, когда ты теряешь, вернуться обратно, просто вернуться обратно, к нулю, тебе сильно тяжелее. Обычная, смотри, просто вот такая математика на школьном уровне, но которая действительно практически всеми не осознается. Вот, допустим, у тебя 100 тысяч долларов, да, было. Ты потерял 50 тысяч долларов, то есть половину. Ты потерял 50%, а теперь, чтобы тебе к нулю вернуться, тебе надо заработать 100%, понимаешь, да? Еще 50 сверху. Соответственно, а заработать 50 и заработать 100 – это сильно разные вещи, ты понимаешь, о чем я. Это в два раза больше действий, это в два раза больше риска, который тебе несет опять-таки убытки, ну, возможные. Тут даже простая школьная математика говорит обо всем, что не нужно, не нужно терять деньги. И знаешь, что самое, кстати, плохое? Вот я замечаю в ребятах, я много общаюсь с теми, кто хочет зайти в рынок или уже находится. Они говорят, ну а как же без потерь? Блин, можно без потерь? Можно без потерь, если ты, ну, обладаешь действительно знаниями, опытом. Если ты понимаешь, что можно просто прибыль выделить, вот ты заработал за месяц, я не знаю, 500 тысяч рублей, что тебе жалко выделить 50 или 100 тысяч рублей высокорисковой стратегии закинуть. Но если они потеряются, ну, прикольно, это была твоя прибыль, ты мог на них заработать x10, x20. Не обязательно терять. Есть инструменты, на которых потерять практически невозможно. Практически невозможно. Ну, понятное дело, есть всякие там 0,001% я оставляю на то, что там человек уснул за рулем, скажем, и произошла ситуация неприятная. Но в целом невозможно практически. Мы с этих инструментов прибыль просто отправляем на высокорисковый, поднимаем x, и когда дает рынок, спокойно теряем, если так суждено. Да, но это в идеале. Понятно, что торговать на прибыль – это в идеале. Кто-то пока прибыль делает, он уже тогда теряет. Поэтому тут вопрос, что ошибки-то все равно все допускают. Это уже совсем ты, идеальное будущее, когда человек не теряет. Все теряют, и ты теряешь, и твои ученики теряют, и мои ученики. Просто это главное, чтобы у тебя коэффициент положительных сделок, он превышал, чем то, где ты вдруг можешь ошибиться. Смотри, здесь все-таки, я считаю, что это ошибка. Вот то, что ты говоришь, это действительно ошибка в том плане, что все теряют. Есть инструменты, на которых нельзя потерять. Там прибыль небольшая, но она стабильная, она гарантированная. Такое действительно есть. То, что люди говорят, типа, все теряют, и ты теряешь, и то, что ты сейчас говоришь, такого не бывает, бывает. Нет, я больше про торговую стратегию, что даже ты… Если ты говоришь про трейдинг, да, 100%, но трейдинг, мы говорим, это самый высокорисковый инструмент, который есть в целом в рынке. Ну, понятное дело, что на высокорисковом инструменте, если ты им занимаешься или только им занимаешься, понятное дело, у тебя будут убытки. Это однозначно. И у меня будут убытки, если я сейчас все свои силы брошу в трейдинг. Однозначно будут. Но я же профессионально подхожу к этому. Я понимаю, что в трейдинг, так как это высокорисковый, я брошу 10% капитала, 10% времени и 10% усилий. Я не буду туда бежать, потому что как раз-таки я пойду и основные усилия, время, команду и систему буду строить на консервативных инструментах, на бизнесе, на каком-нибудь криптоарбитраже, на криптообмене, где вообще ноль рисков. Ты не можешь там потерять. И вот такой просто факт, допустим, что в криптоарбитраже и в криптообмене нет рыночных рисков. Мы опять-таки профессионально подходим, и мы понимаем, есть рыночные риски, есть нерыночные риски. В трейдинге есть и рыночные риски, и есть и нерыночные риски. Также на бинансе у тебя могут застрять деньги, тебе может блок от него прилететь, типа подтвердите какие-нибудь транзакции. Вы все это проходили, вы без меня это все знаете. И также ты подвержен рыночным рискам в трейдинге. В арбитраже у тебя, естественно, есть нерыночные риски. Это риски контрагента, это риски банков, это риски, соответственно, других контрагентов, если с биржами взаимодействуете. Но обширный пласт рисков ты все-таки минимизируешь. А на самом деле рыночные риски – это примерно 95% всех рисков на финансовых рынках. Курсовая разница, волатильность – это все то, что нам бьет по карману. Это все убирается, допустим, в арбитраже. То есть есть инструменты в крипте, которые практически безрисковые. Это уже именно называется бизнесом, это уже профессия. Поэтому я и говорю такие слова. То есть кому-то не нравится профессия. Кто-то говорит, я темку хочу, я вот прямо сейчас хочу бабки. Это можно сделать в арбитраже, но все-таки, если мы говорим про стабильный заработок каждый день, это именно профессиональный подход, это именно профессия, это именно ремесло. Каждый день мы потихонечку зарабатываем стабильные деньги. Но зато гарантированно. Точно мы заработаем от 1 до 5% в день. Вот 100%. И при этом не потеряем, не будем подвергать свой капитал риску. По поводу потери, интересный тоже момент. Я сейчас, ну, я сказал, что у меня вся семья в крипте. Папа у меня прям торгует, скажем так, профессионально каждый день. И у него особо времени нет. А вот мама, она тоже периодически торгует. Она уже больше двух лет, ну вот как папа. Но у нее больше времени. И я предложил ей стать куратором в моей криптоакадемии. То есть у нас действительно много женщин. Они классно, они хотят развиваться, они зарабатывают деньги. И вот мама для них прям выступает таким, знаешь, как ориентиром. Вот именно заботы и понимание того, что на пенсии в 50 лет можно спокойно зарабатывать на крипте. Не на вязании, не на чем там еще можно зарабатывать женщину в 50 лет. На крипте, мать его. И когда ты это видишь, ты понимаешь, что, ну, возможно, наверное, все в этом мире и в целом в крипте частности. У нас женщина есть, ну, там ВИПка одна и женщина, у которой 7 детей. Вот она и еще один человек, это единственный, кто заходили во все сделки, слушали все рекомендации и исследовали всем полностью стратегии. Остальные котлетили, выходили, заходили, бабки теряли. И только у нее положительная статистика. Потому что она беспрекословно слушалась человека. 7 детей. Его тоже постоянно пишут, я там плюс 1000 долларов, там еще сколько-то. Поэтому да, даже вот в таком возрасте люди заходят в рынок и нормально себя чувствуют, поэтому это круто. Более того, как будто бы у них даже есть преимущество, потому что они, у них есть ответственность. Осознанность, ответственность перед собой, перед детьми, перед вообще семьей. Они не исполняют, у них нету фома, они потихоньку зарабатывают и нормально. У них четкая дисциплина, у них четкая стратегия. Они понимают, что вот я доверилась, все, я пришла, и я не буду здесь, как бы, скажем так, на своих эмоциональных качелях кататься. Я здесь заработаю, чуть-чуть, потихоньку. 100% лучше с психологией, чем у молодняка. Однозначно. Поэтому, может, даже вам стоит идти быстрее в крипту, чем молодым. Важный нюанс, что когда мы же делаем, мы же работаем, мы же какой-то продукт создаем здоровский для людей. Понятное дело, всякие ситуации бывают, но вот сейчас вот это единственный поток, первый поток, где мама каким-то образом участвует. И, естественно, для меня это такой еще большая ответственность, чтобы все ученики были довольны. Чтобы мама не наругала. А, чтобы мама не наругала, да-да-да, однозначно. Потому что мы все дети своих родителей, сколько бы нам ни было, 20, 30, 40, 50. Не хочется, чтобы мама ругала, поэтому еще больше ответственность, чтобы все люди действительно кайфанули, заработали, достигли своих целей, ну, собственно, как у нас обычно и происходит. Главная мысль вообще в целом нашего разговора – безопасность, особенно в крипте, где ты действительно очень много можешь заработать, но и также очень много можешь потерять за 60 минут. Вот я именно этому смыслу выделяю очень много времени, как ты понял, в том числе в процессе обучения. То есть у меня прям есть такая служба безопасности своих студентов. По факту это вот кураторы, которые со всего мира 24 на 7 помогают. То есть, условно, если человек торгует ночью, ну, а почему-то многие, кстати, торгуют ночью, я не понимаю, зачем, почему они ничего не спятся, но они торгуют, мать его, ночью. Соответственно, у него что-то происходит, у него какая-то нестандартная ситуация, а что ему делать ночь? Ну, в целом-то обратиться не к кому. У нас 24 на 7, то есть у нас есть всегда какой-то куратор, допустим, который живет либо где-нибудь во Владике, либо где-нибудь в Таиланде, и у него, если у нас в России ночь, у него уже утро либо день. Соответственно, есть всегда, кто поможет, кто ответит, кто разберет конкретную сделку и поможет человеку. То есть, это вот супер важно, мне кажется, именно в крипте. Именно в крипте. Почему? Потому что, опять-таки, эмоции, быстрее, 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 и если тебе в секунду не отвечают, то ты сам пошел и наломал себе дров. Вот здесь этот нюанс мы, конечно, очень сильно решаем вот этим вот инструментом. 24 на 7 помогаем ребятам, и отвечаем максимально быстро. То есть, у нас главный, скажем так, главный параметр, на который смотрим, это именно быстрый ответ человеку. То есть, быстренько подхватить и взять ему, дать ему, скажем так, чувство безопасности, что все, не надо никуда бежать, никуда спеши, сейчас мы все решим. То есть, это больше даже не про кураторство, не про наставничество, это больше про именно такую службу спасения или службу криптоспасения. То есть, когда 24 на 7 есть возможность написать человеку, который точно подскажет, что делать, в какой ситуации. Что думаешь по этому поводу? Нет, это прикольно, если человек сам еще спрашивает. Просто бывают люди, кто втихушку, знаешь, косячат, и ему уже потом остыдно делать. А если человек, у него есть возможность спросить, то, понятное дело, это может облегчить. Это тут как бы вопросов нет. Всегда нужен кто-то с опытом, кто уже прошел этот путь. Когда человек только начинает, он уже всегда у него вопрос такие. А вот монета дальше растет, стоит заходить? А вот она падает, надо выходить? А вот сейчас что делать? А когда брать? А еще можно брать? А еще надо зайти? Поэтому, конечно, если человек бы сам себе был предоставлен, он бы там свои бабки потерял бы вот так просто на раз-два. Поэтому служба спасения, если есть, она там 24 на 7, это по-любому классная тема. Да, да. Она в том числе состоит из наших учеников, то есть у нас уже больше, сколько, 150, наверное, учеников, именно осознанных, которые за два года, вот за все время накопились. Соответственно, да, они сейчас уже разъехались по всем странам, по многим странам, кто-то в Турции, кто-то в Таиланде, ну, поближе к теплу, к классному климату. Соответственно, есть возможность, да, именно 24 на 7 закрывать все вопросы учеников. Хотел бы такую службу спасения. Заходишь на обучение к нам в академию? Я не рассматриваю крипту как профессию. Поэтому я и дальше как бы по своей волне буду двигаться. Но я точно посмотрю про алгоритмические истории, актуализирую этот вопрос, потому что мы уже, по-моему, даже что-то обсуждали с нашими ребятами, что вот нам бы какой-нибудь классный индикатор, классный алгоритм, который бы работал как часы. И то ли мы начинали писать, то еще что-то, я не помню. А так, вот про алгоритмы хорошая тема, я 100%, потому что у меня с эмоциями, это моя главная ахиллесовая пята. Поэтому в идеале, да, это действительно, мне кажется, в моем случае это инвест и просто алгоритм, где я ту же сотку поставлю условно, из нее в месяц сделаю там хотя бы даже 125, например, или 120, и это уже будет, я имею в виду 20% к депозиту. И это уже будет прикольно. Конечно. Может и 10, да, 15, ну, хотя бы по чуть-чуть. А по году это вообще, ты уже иксанулся практически. Вот поэтому, конечно, в идеале, если особенно, вот для новичков им алгоритм может быть и нет, ему надо самому погрузиться в рынок, действительно там овладеть всеми навыками, чтобы быть таким, лавировать в крипте. А вот людям, у кого депозиты там 50, 100, 150, 200, им по-любому нужно либо доверить на управление, но это большие риски, либо действительно алгоритмы, чтобы он, когда большой котлетой торгуешь, там всегда тоже у тебя жадность включается, и ты такой, о, сейчас на сотку зайду, на 50 зайду. Вот поэтому алгоритм в этом смысле для людей с большим капиталом 100% бы помогал. Смотри, Серега, я очень прям внимательный к словам, и ты сказал, алгоритм сделать, который будет как часы работать, вообще нет, такое, ну, то есть алгоритм – это круто, но не нужно здесь прям думать, что это кнопка бабло условно какая-то. Нет, нет, я как часы, я имею в виду, что он, вот ты же говорил, что его надо постоянно актуализировать. 100%, 100%. Я про это, что ты сделал его, и дальше ты его дотягиваешь. Алгоритмов много, то есть это прям, опять-таки профессия, то есть все то же самое, тот же самый трейдинг, те же самые анализ графиков, те же самые стратегии, которых куча, разные индикаторы, и вот мы между ними, между этим всем лавируем и создаем именно много разных стратегий, много разных алгоритмов. Это однозначно круто. Заходи в Академию, мы расскажем про алгоритмы в вашей команде, 100% поделимся информацией, которая вам однозначно будет полезна. Окей, окей. Заходи, все, супер. Серега, очень интересный у нас разговор получается. Смотри, на самом деле ошибка. Прикинь, вот, ну, опять-таки, на мой взгляд, сейчас объясню, дам аргументы какие-то. Крипта – это действительно новый класс активов, но крипта – это не только актив. Крипта – это еще и технология. Огромное поле для развития в крипте, заработка на крипте, как технология. Не надо покупать, ничего продавать, ничего вкладывать туда деньги, как технология. Пиши блокчейн, будь айтишником в крипте. Вообще вопросов ноль. Очень круто, многим подходит, многие идут сюда. Крипта – это еще, кроме актива, это еще и инструмент. Инструмент реально для оплат, для перевода денег, для, допустим, использования в государственной сфере. Очень большой запрос. Раньше он был только на цифровизацию, а сейчас еще на криптовизацию, на токенизацию. Именно в государственной сфере. То есть даже людям, которые чиновники, казалось бы, ну, типа, какая крипта, мать его. Если крипта нравится, если понимается, человеком осознается то, что за этим реально будущее, и оно уже вот сейчас наступило, очень много перспектив. И даже если условно USDT заскамится, проблем особо не будет у тех, кто в крипте. Заскамится биткоин, тоже особых проблем не будет. Регуляция в какой-то определенной стране будет нехорошая какая-то, не способствующая развитию. Спокойно приезжаешь в другую страну, и все. Этот крипторынок, он международный. У нас обменники в разных странах. У нас, собственно, криптокоманды в разных странах. И это все работает как часы так же. А, еще интересная история. Я консультировал недавно одного доцента из МГИМОИС по как раз-таки вопросу торговли криптой, криптообмена, криптоарбитража и так далее. И он говорит, сумасшедший запрос на крипту именно в фундаментальных, во-первых, институтах, во-вторых, в государственных учреждениях именно. Он конкретно является членом экспертного совета Госдумы по цифровым активам. Говорит, супер большой запрос. Супер большой. На тех, кто просто понимает вообще, что происходит, как это работает и как это можно применить. И как, опять-таки, писать законодательство, потому что это тоже вопрос очень непростой, и они не понимают, что с ним делать. Я представляю, да. Еще, я думаю, там кого-то... Это, знаешь, сейчас взялись за блогеров, криптаны следующие. На очереди, реально, я понимаю. Именно поэтому, да, мы за безопасность. Все у нас в белую чистенько. Мы на очереди. Это и здорово, потому что приходит сюда государство, уже меньше скамеров, меньше всяких пирамид. А то какая вообще ассоциация с криптой? Крипта. Ну, у меня бабушку кинули через крипту, она в Финника инвестировала тоже через крипту. Потом, ну, вот всякие, вот пошло-поехало вот эти истории. Не, регуляция, конечно, круто, чтобы даже каких-то вот шакалов, которые приходят, тебя там скамят, чтобы их наказывать. Сто процентов. Потому что это, да, сколько людей заскамилось на том же арбитраже, вот эта битмама история, помнишь, была? Да. Там ерды вообще в миллиардах, 8 миллиардов, по-моему, что ли, вообще какое-то мясо какое-то. И там деньги были, причем каких-то очень таких серьезных ребят, насколько я слышал. Так что, да, все, все вот. Я поэтому и говорю, что надо, всегда у тебя должны быть разные варианты, где ты деньги хранишь. Потому что бывают вот такие ситуации, ты вроде человеку доверял там в том же арбитраже, а он раз, что-то случилось. Вот, а у тебя там была большая котлета, например, и тоже можно было встрять. Первое правило у нас, не закидываем деньги в один инструмент, ни в коем случае в один актив. Можно, но с учетом того, что ты понимаешь, что ты закидываешь в один актив, и ты понимаешь, что у тебя, допустим, в этом активе бизнес есть, который особо не зависит от финансовых флуктуаций. У тебя в этом активе есть какая-то технология, вы там делаете свой блокчейн, допустим, или какой-то софт пишете. Опять-таки, не зависящий, допустим, от финансовых ситуаций, от курсов и так далее, от регуляций тоже независящий. Что тут вы делаете глобально, ну и так далее. Когда ты понимаешь, реально, картину комплексную, ты понимаешь риски, понимаешь, как нужно себя вести здесь. Я бы еще добавил, знаешь, заходить деньгами, которые не страшно потерять. Потому что если ты заходишь на деньги, которые последние, там, продал машину, квартиру, дачу и такой, захожу в крипту, стану богатым, если вдруг что-то пошло не так, то ты просто улетаешь в минус. Здесь лучше, конечно, чтобы торговал или заходил теми деньгами, с которыми морально, в случае чего, ты готов расстаться. Вот супер важный нюанс, Серег, я что вижу у ребят? Смотрите, люди, вот ко мне приходят, у меня, кстати, очень высокий средний возраст учеников, студентов. 35, 40 лет, 55. Люди как будто бы, думаю, что они вот нашли, нашупали, сейчас чуть-чуть, и вот сюда они залетают, первый месяц. И вот в первый месяц, как посыпется, просто снесет их волной денег, засыпет деньгами. А до этого они, извините меня, 6 лет учились в универе, потом 20 лет работали на работе, и в итоге через 26 лет вышли на доход, ну, какой-то существенный, там, 200-300 тысяч для человека уже нормально. А сейчас они думают, что за месяц в крипту залетят, крипта же классная тема, поэтому они сейчас залетят. И как поднимутся, как разбогатеются в 40 лет? Реально неочевидная мысль, что крипта – суперклассный рынок, очень много денег, супербольшие перспективы. Все же говорят, что человеку нужно будет переучиваться на новую профессию каждые сколько-то лет. Нихера подобного. Крипта – 10, 20, 30 лет вперед, спокойненько здесь остаетесь, все будет примерно так же, и вы точно будете в ценности, как специалист, как человек, к вам будет приходить за советом и так далее, звать вас на работу, в команду, в компанию и так далее. Крипта, в общем, суперкрутой рынок, много денег, много движения, много развития, большие перспективы. Но это такая же профессия, здесь нужно учиться, здесь нужно работать, здесь не бывает денег, типа, вот прям супермного в первый месяц и без рисков. Соответственно, если хочешь супермного в первый месяц, неси риски, понимай, что это, ну, как бы неотъемлемая часть. Либо же, что действительно подходит большинству людей, первый месяц приходишь, спокойненько зарабатываешь свои, ту сумму хотя бы, которую ты зарабатывал в найме, 50, 100, 200 тысяч рублей, для кого там порог разный, конечно, понимаешь, что это уже круто на самом деле. Ты для того, чтобы сотку зарабатывать в найме сейчас, работал 15 лет, рос по карьерной лестнице, а приходишь в какую-то крипту, через месяц или полтора ты зарабатываешь ту же сотку. Радуйся. Но все, ну, как бы, как будто бы, ну, крипта, да, как тут сотку не заработать, это же тема вообще, о, нет. Ну, да, боевое крещение все пройдут. Однозначно. Все, и лучше бы это заранее понимать. Это вот правило номер два. Крипта – суперклассный рынок, но, собственно, деньги ни на кого с неба не падают, даже здесь. Даже здесь. Это второе правило. Ну, третье, я бы, наверное, психология, что самое главное, прежде чем вообще в рынок вступить, нужно все азы психологии, торговли изучить, инвестирование, чтобы тебя не размазало. Потому что это самое то, что мы с этого и начали. Если психология хромает, если ты не знаешь основных принципов, как действует человек в момент вот этой эйфории, попадая в петлю вот в эту эмоциональную, если он не знает выхода, все, его там засосет. Поэтому в идеале, конечно, это психологию разобрать для себя. Слушай, важная, точно важная тема, но есть инструменты, где она важная, а есть инструменты, где она не важная. Поэтому я бы прямо на психологию вот упору не делал. То есть если человек понимает, что он азартный, если он понимает, что, блин, бывает жадный, ну, то есть прям вот несет его, я бы на нем прям вот условно его сразу к психологу не отправлял, крест не ставил. Потому что есть инструмент, опять-таки, где нет рыночных рисков, где тебя не будет просто носить по эмоциям. Там нет вот этого вот драйва, вот этого вот азарта, страха, жадности и так далее. Поэтому психология, да, супер важно, допустим, в трейдинге, но супер не важно, допустим, в арбитраже и обмене. Вообще не важно. Там важно другое. Вот то, что действительно важно, это вот как раз-таки про безопасность. Третье правило – делать акцент на комплексную безопасность. Когда ты просто понимаешь, что первый принцип на финансовых рынках у тебя – не потерять, сильно принятие решений меняется. Когда ты держишь фокус на не потерять, все, как мне сегодня набраться опыта, знаний и не потерять деньги. Вот если ты живешь в таком режиме хотя бы неделю, у тебя уже фокус меняется, принятие решений адаптируется под то, что здесь есть много рисков. И если я их неделю уже обхожу, классно, я могу по чуть-чуть добавлять сюда возможности для заработка. Действительно рисков-то много в том плане, что именно даже не рыночных. Если мы уходим от трейдинга, от супервысокорисковых инструментов, реально много рисков. Налоговые риски, про которых ты сейчас сказал, да, что государство сюда зайдет. Есть риски банковские, есть риски то, что ты напоришься на мошенников и тебе просто, ну, заберут твои деньги. Есть риски, что ты сам ошибешься на крипте и отправишь что-то не туда. Да, блин, сколько денег потеряно на кошельках криптовалютных, которые забыл, не записал, забыл, память потерял, перепил, все, отправил не туда, неправильный символ написал в адресе, все, потеряны деньги. Соответственно, очень много факторов, над которыми надо думать, работать. И вот если мы цель номер один ставим именно не потерять, то мы идем сюда, чуть-чуть разбираемся, хотя бы неделю-две тратим на то, чтобы полностью себе фундамент выстроить, чтобы прогарантировать, что хотя бы в некоторых инструментах я защищен, я в домике, все. И потом уже после этого переходим спокойно к заработку. Вот это я бы сказал как такое третье правило. Четко-четко, хорошее правило. Я бы вряд ли зашел бы тогда в Тирби, если бы думал не потерять. Как мне сейчас не потерять деньги? Ты бы, прикинь, ты бы сказал, блин, пятнашку заработал. Офигеть, это сколько процентов за день? Это 8, 7, 8 процентов за день. Да, да, и пошел бы, да, учились. Офигительно, все, праздновать. Супер, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо за приглашение. Очень приятно. Друзья, если вам было интересно смотреть данный подкаст, то сейчас у меня будет еще более крутая информация для вас. Сейчас у вас есть возможность заполнить анкету на личное собеседование со мной в мою криптоакадемию. Я вам проведу полный разбор вашей ситуации, как сегодня сделал Сереге Романовичу. Более того, я составлю вам стратегию по заработку на крипте на весь 2024 год. И, соответственно, вы будете понимать, что и когда конкретно вам нужно сделать, чтобы заработать первые миллионы на крипте в текущем году. Заполняйте анкету в мою криптоакадемию прямо сейчас. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии под видео, ну и, конечно же, в описании к видео. Заполняй, я жду именно тебя.